Талхат Бегельдинов всю свою военную жизнь посвятил небу. На высоте пилот провел более 500 часов. К победной весне 1945 года воздушный АС взлетал 305 раз, самостоятельно уничтожил 7 немецких истребителей, 21 танк, 29 артиллерийских орудий. И он призывался в 1943 году на войну. И он успел сразу через год получить Герой Советского Союза, когда ему было 22 года. Потом в 1945 году еще он сбил 4 самолеты, того 7. Не считая надземных, сколько танков сбил. И ему дали вторую звезду. В послевоенные годы летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, служил в военно-воздушных силах. Кроме этого, он был основателем и президентом благотворительного международного фонда. Талхат Бегельдинов отличился также и в литературе. Он написал и издал три книги о войне в воздухе. Отец очень хотел, чтобы он был врачом, но он стал летчиком. И он очень мечтал. Хотя он был очень маленького роста, и его не очень-то сразу и приняли в досах. Он подставлял книжки, чтобы быть немножко повыше. Потом с училища он ушел на войну. Героя помнят и чтят кыргызстанцы. Уже стала доброй традицией в канун Великой Победы вспоминать его подвиги. Человек, который имеет дважды Герой Советского Союза. Он дважды геройски получил звание Героя Советского Союза. Так что мы всегда чтим память Талхата Бегельдина. Он наш земляк, он здесь вырос на кыргызской земле, хотя самый казах. Это советский герой, и у него очень много наград было. И это исторический человек. А кем он был? Он был летчиком. Он был летчиком. Его зовут Бегельдина Талхат, он был Героем Советского Союза. Имел множество медалей и наград. Талхат Бегельдинов – наш земляк. Родился здесь и учился в 11-й школе. По национальности он казах. В годы войны многие народы действительно сплотились, чтобы победить фашизм. Дважды Героем Советского Союза Талхату Бегельдинову на родине. В городе, где он родился, установлен бронзовый бюст. На церемонии возложения цветов к памятнику летчика-штурмовика собралось несколько сотен человек. Каждый участник мероприятия отзывался о своем земляке как об отзывчивом и храбром человеке, который и по сей день заслуживает почета и памяти у нынешнего поколения. Бегаим Бегалиева, Телек Джуматаев, Новости Ошпери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова